здравствуйте с вами канал i like pet и в этом ролике мы расскажем вам про интернациональную выставку собак евразия 23 и 24 февраля один из павильонов крокус-экспо превратился в настоящий собачий мир на интернациональную выставку собак евразия собрались владельцы лающих питомцев со всего мира для многих из них евразия это же годный праздник который они не пропускают уже несколько лет ну мы участвуем каждый год на протяжении наверно уже 8 лет каждый год мы выигрываем собаки моего разведения я занимаюсь этой породой 13 лет у меня очень много чемпионов мира чемпион крафца интер чемпионов чемпионов европы и чемпионов евразии у меня тоже очень много ну и стараемся мы вообще с владивостока да мы прилетели за 9 часов до 9 тысяч километров и мы вот летаем на миры на европу и вот сюда и представили трех собак именно я привезла от питомника было 5 собак то есть все наши собаки выиграли очень удачно прям вообще все получили титул и сам мы довольны евразия это возможность не только представить своих питомцев на суд строгого жюри но и увидеть редкие породы собак многие из которых в россии можно буквально пересчитать по пальцам это очень редкая порода в москве всего 10 11 штук и пока вот больше не видели сегодня вот как раз были как все практически на евразии понравилось организации понравилось количество пород присутствующих на выставке то есть в этом году по моему их было чуть поменьше чем в прошлом но и все равно было очень много и все разные и достаточно яркие все хорошие представители очень интересно познакомиться с новыми породами в этом году на евразии была представлена совсем молодая породная группа служебных собак шалайка сотрудники компании аэрофлот рассказали о том как их четвероногие подопечные помогают им в обнаружении взрывных устройств и взрывчатых веществ эти животные появились в начале 70-х годов прошлого века в системе вне МВД СССР когда стояла задача найти животных которые искали наркотики во всех регионах прежде всего в южных регионах нашей страны и когда Клим Тимофеевич Шелимов в котором была поставлена такая задача начал работать с традиционными породами применяемыми для этой цели он заметил что в условиях жаркого субтропического климата с собакам традиционных воров трудно работать у него возникла идея скрестить оленегонную лайку с туркменским или отецким шакалом ему это удалось и вот с того момента эти животные появились как сказать на свете в дальнейшем они используются криминалистической адролологии поскольку были достаточно пугливые но в изолированном помещении обладали очень островнюхом они хорошо работали а когда они попали в начале 2000-х годов в аэрофлот там стала задача сохранить их от острого обоняния но убрать вот эту боязнь человека в какой-то мере нам это удалось и теперь основная задача как бы привести их фенотип к узнаваемому поскольку они очень разнородны в своей массе а отбором им брался по рабочим качествам но наряду с как с создаваемостью фенотипа не утереть рабочие качества интересным проектом интернациональной выставки в этом году стал ряд стендов посвященных истинно русским породам собак в нем были представлены такие породы как московская сторожевая якутская лайка кавказская овчарка русская цветная баллонка мы породу возрождаем когда-то она в 50-е годы была выведена у нас потом исчезла в связи с тем что завозили в 90-е годы много собак декоративных пород из-за рубежа и она немножечко у нас поутихла а теперь мы вот возрождаем у нас есть прекрасный коллектив любителей и поэтому я с удовольствием участвую в этом за два дня интернациональную выставку Евразия 2019 посетила больше 3000 человек количество заявленных собак в этом году превысило 4000 организаторы мероприятия сотрудники российского кинологического союза признались что Евразия 2020 будет еще более яркой и масштабной о других интересных событиях связанных с братьями нашими меньшими вы можете узнать на нашем сайте подписывайтесь читайте и смотрите нас мы также представлены в социальных сетях с вами был ialike.pet до новых видео